СПАРТАК Но очень яркими работал даже многострадальный правый фланг. Не самый эффективный в мире хав Никита Баженов выдал, наверное, лучший КПД в своей карьере. Дважды за тайм он был заметен и оба раза доводил ситуацию, что называется, до ума. В первом случае Гильермо выручило перекладина, а во втором Баженов точнейшим длинным пасом резко переместил атаку справа налево. Кузьмин ушел в центр ловить Велитона, а вот ловить Жано было некому. Торбинский лишь успел подышать ему в спину. И юное спартаковское дарование свершило свой первый по-настоящему большой красно-белый подвиг. Впервые в короткой карьере Ананидзе такие штормовые овации были адресованы персонально ему. Если будет расти, будет продолжать так же относиться, возможно, получится хороший сильный игрок. Локомотив в первом тайме не двигался по тупиковым рельсам, но в завершающей стадии концы с концами не сходились. Самый опасный момент у команды Юрия Семина возник в результате опасной срезки спартаковского защитника. Жанаев и своим забить не позволил. Мы не играли в свою лучшую игру сегодня. Думаю, что можно сказать, что этот перерыв не пошел нам на пользу. Чуть-чуть нам нужно было раскачиваться. Первый тайм начинали недостаточно агрессивно, было мало движения. Дали уверенность игрокам спартака, и они в течение матча этим воспользовались. После гола Спартак мог позволить себе сыграть и вторым номером, что и было сделано с успехом. Локомотив все более отчаянно лесно рожен, и хотя бы раз при большом оперативном просторе реактивный Велитон должен был получить возможность пробежать свой голевой спринт. Ждать пришлось до середины второго тайма. Оффсайдный капкан жадно щелкнул, поймав воздух, а лучший бомбардир чемпионата не отказал себе в удовольствии привести Гильермы в горизонтальное положение. Мы сделали много замен атакующими игроками, но этот риск у нас не удался. Спартак нас наказал такими контратакующими действиями. Мы рады, но все прекрасно понимают, что матч уже позади. Не то, что мы уже думаем о следующей игре, но просто как-то, наверное, понимают, что самое серьезное уже. Знаете, как у нас перед этой игрой мы говорили, что это самая-самая-самая серьезная игра. Теперь как бы у нас следующая игра, и поэтому мы, наверное, так. Игра была сделана и для полного счастья. Спартак с аппетитом довел матч до разгрома. Забить успел вышедший на замену Квинси, который, если так пойдет дальше, до конца чемпионата превратится в самого результативного игрока о скамейке. На Валерий Карпин неожиданно богатым урожаем в потенциально очень тяжелой игре был обрадован настолько, что даже благородно отпустил арбитру Баскакову все его прегрешения. Остался доволен. Хотел бы поблагодарить, возможно, даже извиниться. Баскаков, он сегодня вопросов не возникло по судейству. Почему? Не сказано рад. Спартак сумел сохранить отставание в одну очко от Рубина, справившись при этом куда как более легко с куда как более сложной задачей. В такие моменты начинает наверняка казаться, что золотые медали, которые далеко, находятся уже совсем близко. Тарас Тимошенко, Футбол России. Спартак сегодня может найти свое счастье только в атакующих действиях. И если футболисты Спартака делали все для того, чтобы ускорить атаку, если переводили мяч с фланга на фланг, если подключались полузашпитники своевременно, если нападающие при любой возможности били поворотом, это говорит о том, что они играют атакующий футбол. И они не думали об обороне. Или от обороны к атаке они не играли с локомотивом. Вот какая странная ситуация. Валерий Карпин работает главным тренером полгода. Юрий Семин работает главным тренером десятилетия. Состав у них по исполнителям, ну, по крайней мере, примерно одинаковый, если не сильнее у локомотива. Почему 3-0 получилось? Вы знаете, если мы сейчас будем говорить о том, что по счету будем говорить о силе команды, это неправильно. Потому что в каждой игре у любой команды бывают моменты. Когда мы считаем, что этот момент, этот чистый гол, ее надо было забивать. Но из-за каких-то недоделок, из-за того, что технические казусы какие-то бывают, игрок не может забить гол, это не говорит о том, что 0-3 проиграл, поэтому он уже слабее, чем московский «Спартак». Нет, это не в этом дело. То есть, если они сыграют завтра, может выиграть локомотив 3-0? Абсолютно правильно. Все может измениться. Если мы сегодня скажем, что «Спартак» намного сильнее, чем локомотив, то я слукавлю и неправильно скажу. Нет. В принципе, команды сегодня, они по своему техническим показателям, физической готовности, они все одинаковые.